К таким неожиданным гостям здесь уже привыкли. Комиссия осматривает склады с продуктами питания, после контролирует вес порции на предмет соответствия меню. По словам ревизоров, в ходе подобных проверок выявляются существенные нарушения. Это, конечно, недостачи, излишки как на складе, так и на пищеблоке и несоответствие порции предусмотренных меню на данный день. Меню для учеников младших классов одно и то же по всему району. Оно составляется на 10 дней вперед и утверждается специалистами Управления народного образования и Центра гигиены и эпидемиологии. Стоимость завтрака в день на одного ребенка составляет 8 рублей и оплачивается оно за счет средств российской гуманитарной помощи. Мы давали им чай, молоко, а сейчас у нас добавился бифидок, бананы поступили, апельсины, яйцо, сосиски, хлеб, сыр, сливочное масло. То есть все-все у нас есть по гуманитарной помощи. Нам дают сок, йогурт, например, нам дают колбасу или хлеб с маслом иногда. Иногда мне больше нравится булочка. Мы все доедаем, соки в упаковках мы берем в класс. Специалисты счетной палаты отметили, что в последнее время количество нарушений значительно уменьшилось, а в некоторых школах они и вовсе отсутствуют. Все продукты питания, которые были предусмотрены на завтрак, все были выданы на пищеблок и были выданы с пищеблока уже детям. Нарушений по гуманитарной помощи сегодня не выявлено. Работники счетной палаты также проверяют расходование средств местного бюджета, которое направлено на питание детей социально защищенной категории. Станислав Стоянов, Верий Кашпак, Первый Приднестровский телеканал. Продолжение следует...